Полигон близ поселка Лао появился здесь еще в 50-х годах прошлого века. Старожилок помнит неприятный запах, стоял в округе десятилетиями. Работы по рекультивации этого мусорного полигона начались два года назад, и основной этап уже пройден. По плану проект должны были сдать в конце 2015-го. Все это время главной проблемой для местных жителей были стоки со свалки, которые попадают в реку Битха. Строители уверяют, снизить количество фильтра им уже удалось. То есть во многом, благодаря строительству 640-метрового коллектора, он собирает загрязненную воду по обе стороны реки. В настоящее время ежемесячно проходит мониторинг и забор проб в реке, которые с каждым месяцем показывают то, что ситуация на данном полигоне улучшается. По некоторым показателям достигнута уже норма, а по отдельным показателям превышение те, которые ранее были в десятки раз, в настоящее время снижены. Часть работ по рекультивации свалки завершены, но они действительно идут с задержкой сроков. Как поясняет министр строительства Краснодарского края, корректива в график рекультивации внесла природа. Оползневые процессы, которые произошли в 2014 году, изменили ситуацию проектных решений, и нам приходится параллельно с работами делать съемку, делать перепроектирование. Пока неочищенные стоки с полигона в Лаос собирают и вывозят на другие очистные сооружения. К декабрю такие же появятся и здесь. Отфильтрованной водой будут поливать зеленые насаждения, которые высадят после завершения процесса рекультивации. Кстати, так называемые телосвалки укутывают в специальное покрытие из девяти слоев. Они защитят землю от впитывания влаги и гниения. Подобные работы уже проводились на полигоне ТБО в Адлере. Сейчас там большая зеленая зона, и о свалке там больше ничего не напоминает. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ.